Добрый вечер. Я бы хотел повторить сегодняшнюю утреннюю проповедь. Это была важная и уместная проповедь из римлянам пятой главы. Это вторая часть проповеди. Мне необходимо, чтобы вы были внимательными и сфокусированы. Есть ключевой принцип, о котором мы говорили этим утром. Есть события, люди, которые наполнены событиями, даже ниже. Отметим здесь сплетни. События – это не то же самое, что сплетни. Есть также люди. Просто люди. Они разговаривают о людях, о событиях. Таким образом люди живут. Они живут событиями в их сердце, в их уме. Они смотрят новости, которые наполнены событиями. Что произошло в Индианаполисе. Прошлым вечером мелкий скот фермера Джонсона перешли шоссе 83. События. Это может сбить нас с толку, обеспокоить нас. Сейчас мы переживаем COVID-19, пандемию. Мы также наблюдаем беспокойство в нашей стране. Сносятся статуи. Происходит насилие в некоторых случаях. Политика. Что происходит? Благодаря тому, что у вас есть Бог, отметим на экране Бог. Вы являетесь студентом, учеником. Вы обучаетесь. Вы слушаете. Ваше ухо настроено не на громкий голос Голиафа. Вы настроены на веяние тихого голоса Духа. Что Он говорит вам? Второе. Вы являетесь также студентом человеческой природы. Вы изучаете людей по Библии. Вы знаете, что в людях. Иоанна 2.24 Христос не верял Себя людям, потому что знал, что в них. У них могут быть хорошие дни и плохие. Они могут быть вашими друзьями и также вашими врагами. Они могут аплодировать вам. Также они могут выкинуть вас. Люди во многих отношениях прекрасны и являются величайшим творением. Но также они потенциально очень опасны. Мы обучаемся этому из нашей Библии. Человек является грешником. Он нуждается в спасении. Он нуждается в Боге. Если вы и я, как люди, смотрим только на Голиафа и слушаем его громкий голос, игнорируя Бога и Божьих людей, тогда у армии нет руководства. И армия находится в страхе. Первое царство, 17 глава. События могут разочаровывать нас. События могут тревожить вас и меня. Конечно, мы знаем это. Когда ученики вошли в гробницу, Евангелие от Луки 24,4, мы знаем, что камень был отвален. Сказано, что они недоумевали. Греческое значение слова означает, что они не знали, куда идти. Они были обеспокоены и находились в замешательстве. Они не знали, что делать. То же самое происходило с царем Иродом после того, как он убил Иоанна Крестителя. Затем приходит Иисус. Он подумал, что Иисус опять воскресит Иоанна Крестителя. Сказано, что Ирод недоумевал. Был обеспокоен. Как верующие, мы все можем быть обеспокоены из-за происходящего. Но мы обнаруживаем и обучаемся, что значит жить по вере. Насколько Бог способен давать нам покой, мудрость и вести нас, как Давид был ведом перед Голиафом. Вы можете сказать, Голиаф монстр, ростом примерно 270 сантиметров. Давид мог бы сказать, да, я не отвергаю это. Однако у меня есть образование, которое видно на экране. У меня есть образование. Но вы не живете в реальном мире. Разве вы не знаете? Он мог бы ответить и сказать, я знаю, что он гигант. Я вижу это. Но это не конец истории. Об этом мы будем сегодня говорить. Откроем римлянам 5 главу, 1 стих. Итак, оправдавшись, этим утром мы говорили о следующих словах. Первое слово – оправдан. Это великолепное слово. На 100% праведен. На 100% без греха. Сказано, что как будто вы никогда в уме Бога не согрешили, потому что Он простил, Он забыл, Он оправдал вас. Как будто бы вы никогда, даже ни разу не согрешили. Никогда. Никогда в уме Бога. Это удивительно. Это невероятно. Потому что я много согрешил. Но вы оправданы. Римлянам 3, 24, 25. Кровью. В чем заключается моя работа? Веровать. Я поверил в одно мгновение. Я поверил, и я оправдан. Провозглашен. Оправданы. Это точка отчета. Потому что это означает, что вы теперь в семье. Вы приняты возлюбленным. Быть принятым возлюбленным означает нечто очень проникновенное. Я не выброшен на улицу, как я могу себя чувствовать. Я чувствую, что выброшен на улицу. У меня нет семьи. У меня нет Небесного Отца. Он не рад мне. Я не такой, каким должен быть. Бог желает, чтобы мы знали, что мы в семье. Вы оправданы. Бог ваш отец. Он запечатлил вас духом. Вы больше не ваш грех. Это субъективно. Субъективно я говорю, что я не такой, каким должен быть. Я недостаточно молюсь. Я не такой, каким должен быть. Я не читаю Библию. Я не такой, как он, как она. Это все субъективно. Но не об этом здесь говорится. Дело не в вашей субъективной сущности, в том, как вы мыслите и чувствуете. Это объективная реальность. Это в действительности так. Это то, что говорит Бог. Я принял тебя. Ты оправдан и соделан праведным. Твое имя в книге жизни. Я за тебя, а не против тебя. Я твой отец. Я Бог. Я не похож на других богов. Я Бог. Я хочу, чтобы ты познал меня. Кем я являюсь? Я Бог. Это нечто огромное. Это не человеческое. Это Божье. Боже, ты можешь преобразить грешников в праведника? Да, я могу. Как ты это делаешь? Я отдал своего сына. Я отдал самое драгоценное. Я отдал своего сына. Я отдал то, о чем вы даже не можете помыслить или представить. Евсянам 3.20. А тому, кто действующую нас силой может сделать несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем. Это наше. Это удивительно. Хорошо. Первый пункт. Я могу повторять об этом снова и снова. Я знаю, что вы знаете об этом на интеллектуальном уровне. Я бы хотел, чтобы это резонировало в вашем сердце, чтобы вы осознавали, что это значит. Это удивительно. Я праведен. Я должен говорить это себе. Я должен обращаться к этой истине. Я хочу принимать это. Я хочу охватывать это. Я хочу веровать в это. Я хочу жить на основе этого. Это абсолютно новое. Это меняет все. Бог отдал своего сына, чтобы мы были провозглашены праведниками, Богом, нашим отцом. Далее, следующая часть. Все эти мысли приведут нас к основной мысли, которую я хочу выразить. Это Римнинам, 5 глава, 1 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Это объективная действительность. Отметим это на экране. Это означает, неважно, что вы думаете или чувствуете. У вас есть покой с Богом. Я враг самому себе. Я враг моему другу. Я враг моему начальнику. У меня нет покоя с моей супругой. У меня нет покоя с моими детьми. Все это может происходить с людьми. Но это не изменяет того факта, что в Божьем уме у Него покой с вами. Вы были врагом. Теперь он ваш друг. Да, но я не чувствую, что я друг Богу. В этом весь смысл. Вы не чувствуете покоя. Вы не чувствуете себя отлично. Однако это не главное. Главное, что у Бога покой в отношении вас. Он примирил вас с собой. У нас есть покой с Богом через Иисуса Христа. Это объективная действительность. Это реальность. Нет никакого осуждения в Нем. Нет ничего, что могло бы сделать вас отверженным им. Нет ничего, что может навсегда завершить взаимоотношения. Божьи взаимоотношения со мной завершены. Завершены навсегда. Все кончено. Завершилось. Этому не бывает. Тогда какой у меня статус? Я был соделан праведным. У меня есть покой с Богом. Это все. Я думаю, именно поэтому Давид мог пойти против Голиафа. Потому что у него были корни в этих доктринах. У него было понимание его тождественности. Он знал, что Бог был за него. У него был покой с Богом. В других случаях, где люди живут событиями, они надеются, что их жизнь будет протекать без трудностей. Они пытаются избежать трудностей и прожить жизнь безопасно. Это их цель. Однако, это изменяет эту цель. Мы не думаем о том, чтобы проскользнуть сквозь жизнь, избегая трудностей. Потому что мы обнаружили взаимоотношения, где Бог говорит, у тебя есть все, что необходимо. Потому что я за тебя. И я желаю вести тебя и обучать тебя. Следуйте за моими словами. Их всего пять. Что идет после покоя? Стих второй. Через которого верою и получили мы доступ. Мы представлены и приведены перед Богом, имея этот доступ. В древнем мире, да и сегодня, вы не сможете предстать перед королевой Елизаветой Великобритании. Вы не сможете встретиться с ней. Вы должны быть приняты. Вы должны быть представлены. Вас должны привести к королеве. Точно так же вы не сможете просто прийти к Богу. Я имею в виду, что все человечество должно быть ободрено, помолиться и поверить в Бога, и ходить перед Богом. Все люди по всей земле. Бог умоляет их. Но Он не человек. Он Бог. У вас есть доступ к Богу. Теперь это наше привилегие. Мы представлены перед Богом, через Иисуса Христа. У нас есть статус с Ним, как с Богом. Некто сказал, я не помню, кто это был. Кажется, Спирджин. Наша теология наполнена личным местоимением «я». Притяжательным местоимением «моё». Это принадлежит мне. Это наше. Мой Бог. Это не просто Бог. Это наш Отец. Это Бог. Это наш Бог. Однако это невозможно без Христа. Христос дал нам доступ к Богу. Он дал нам звязь с Богом. Он послал Духа Святого в мир, чтобы мы могли поклоняться живому Богу и быть в подчинении Ему по вере. Обратите внимание еще раз на этот стих, через которого верою и получили мы доступ к той благодати. Пожалуйста, изучите слово «благодать». Благодать. Благодать. Большое слово. Благодать. Да. Я читал об устрице. Сколько жемчужин в устрице? Кто-нибудь знает? В одной устрице может быть больше одной жемчужины. Иногда это могут быть черные жемчужины. Есть белые и черные жемчужины. Есть мировой рекорд, где было 660 жемчужин в одной устрице. Чудесно, не правда ли? Благодать. Благодать. Что такое благодать? Это дар. Что, если бы вы принимали всю жизнь дары? Дары повсюду. Дары от Бога на каждый день. Земля наполнена Его благостью. Сколько даров вы приняли в вашей жизни. Вы сполна наполнены ими. Дары повсюду. Вы не зарабатывали их. Однажды, пару лет назад, во время проповеди, здесь находился человек из Афганистана. Я сходил с ним пообедать. Я спросил, что вы извлекли из проповеди? Он сказал, я услышал о благодати. Я спросил, что это значит для вас? Он дал великолепный ответ. Он мусульманин из Афганистана. Но он дал великолепный ответ. Он открыт к Богу. Он сказал, Это похоже на ваши глаза. Вы не платите за них. Это подарок. Я удивился. Это замечательно. Благодарим тебя, Господи. Дары. Что это значит? Все это от Бога. Теперь мы стоим. Греческое слово «стоим» означает «стоим стойко, непоколебимо». Это то, в чем мы нуждаемся в этом мире. Потому что вы заметили, что у дьявола громкий голос по телевидению. Особенно в последнее время, также в социальных средствах информации. Вы замечали, как друг, о котором вы думали, что он друг, больше не является вашим другом. Вы замечали, как человеческая природа может измениться? Вы можете скатиться с пьедестала в яму в один день. Вы замечали это? Вам следует замечать такое. Я думаю, что последние четыре месяца являются хорошим звонком к пробуждению для людей. Бодрствование. Потому что этот мир не шутка. Он реальный. Есть реальная битва за души людей. Каждый день сообщается ложь Голиафа. Он стоял перед израильской армией, насмехаясь. Сказано, что когда он увидел маленького Давида, он посмотрел на него с презрением. Это означает, что он смотрел с надменностью. Он ненавидел его. Я иногда чувствую, что я не нравлюсь этому миру. Возможно. Они не ценят нашу веру. Они ценят то, что у нас происходит. Это определенная духовная картина мира, которую, возможно, некоторые люди не осознают. Но я хочу приблизиться к моему посланию. Я еще до него не добрался. Я должен сначала ободрить вас в том, что сообщают эти слова. Потому что, когда мы перейдем к следующей части, это будет превосходно. Увидеть то, что здесь говорится. Это удивительно. Римлянам 5 глава 2 стих, в которой стоим. Давид стоял. В действительности, он побежал на Голиафа. Он стоял. Это означает, что он не собирался отступать. Я не отступлю. Как насчет вас? Бог превосходен. Я могу чувствовать Бога. Я могу чувствовать Бога в моей жизни. Я могу чувствовать Бога в моем сердце. Я чувствую Бога в нашей миссии. Я чувствую Бога в том, что я вижу. Этим утром пришла женщина. Мы постучали к ней дверь на евангелизации. Она пришла также вчера на пикник с гамбургерами. Я был так рад. Я не всегда вижу, как человек после стука в дверь приходит в церковь. Однако она пришла. Я хотел видеть спасение. Я видел это недавно. Это удивительно. Если вы никогда не приводили никого ко Христу, молитесь за это. Многие христиане не приводили никого ко Христу. Молитесь за это. Это удивительное переживание. Когда кто-то приходит ко Христу, они приводят их ко Христу, молясь с ними. Они встречаются с ними снова. Человек говорит, я не знаю. Это удивительно. Это новое для меня. Это удивительно. Я не понимаю это, но нечто происходит. Я свободен. У меня есть радость. Я не знаю, что происходит. Иисус реален для меня. Это прекрасно. Последнее слово в этом стихе. Мы хвалимся надеждою славы Божьей. Мы желаем этого. Снова рассмотрим стих второй. Через которого веру и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим. И хвалимся надеждою славы Божьей. Это то, что мы делаем сегодня. Мы хвалимся надеждою славы Божьей. Это живая надежда. Я надеюсь, что я увижу моих братьев и сестер на небесах. Я знаю. Я думаю об этом снова и снова. У меня есть эта надежда. Я знаю, что это произойдет. Я верю, что это произойдет. Мы пойдем на небеса. Это будет великолепно. Но пока мы здесь на земле, мы радуемся этой надежде. Мы в доме Отца. Есть банкетный стол Отца. Вы питаетесь с этого банкетного стола. Вы в семье. Иисус здесь. Дух Иисуса с нами. Мы питаемся агнцем Бога. Есть надежда, которая у нас имеется на будущее. У нас есть живая надежда в нашем сердце. Также Голиаф выкрикивает громким голосом. Он выкрикивает по СНН и по всей интернет-сети. Он в аудиториях университета, в политической среде. Он надспехается, выкрикивает, кричит. У него громкий голос. Он в кино. Мир наполнен таким духом насмешек и выкрикивания над простым верующим, как Давид. Это все является частью картины. Далее стих 3. И не сим только. Это сегмент. Заметьте, это как бы блок. Мы хвалимся не только содержимым этого блока. Вы понимаете это? Я дал вам все это благо. Но не только это. Это великолепно. Это мысль, к которой мы идем и хотим выразить сегодня. Это великолепная мысль. Это действительно здорово. Стих 3. И не сим только. Но хвалимся и скорбями. Я знаю, что вы думаете о хвалении скорбями. Потому что эти стихи мы знаем наизусть. Мы знаем, что мы должны хвалиться нашими скорбями. Это лучше, чем ваше обычное чтение. Здесь имеется важное значение. Я хвалюсь. Я хвалюсь вне зависимости от моих скорбей. Это не означает, что я нахожусь в скорбях, я хвалюсь в скорби изнуренным образом, подобно мазохисту. Мне нравится бой. Поэтому я хвалюсь в скорби. Мы обычные люди. Я не хочу, чтобы у меня были скорби. Я не хочу, чтобы у меня были скорби. Как я могу хвалиться скорбями, несмотря на эти скорби? Это означает следующее. Благодаря тому, что Бог, вы и я находимся в Его семье. У нас есть эта тождественность. Затем, когда Голиаф выходит, крича, выкрикивая и насмехаясь над вами, вы, ведомые Духом, видите битву, и вы хвалитесь тем, что Бог поместил вас в скорбь. Вы обнаружили Христа в этом. Вы обнаружили рост. Вы обнаружили преображение, зрелость. Другими словами, я вырос, как и все остальные, естественным образом. Ваши родители идут спать, молясь. Боже, храни нас от больших проблем. Господи, храни нас и защити нас. Я также говорю это в молитве. Не поймите меня неправильно. Мы пытаемся избежать это. Смотри, пуля пролетела совсем близко. Совсем близко. Посмотри, мы в травматологии. Мы попали в аварию. Что произошло? Кто виновен в этом? Почему эти плохие вещи произошли с нами? Что произошло? Кто согрешил? Как это произошло? Так живет естественный человек. Но я изменяю это. Я возрастаю в этом. Я думаю, что... Я думаю, что я видел это. Я искренне верю, что верующий, обладающий таким оснащением, выраженным на экране, осознающим его доступ. Он осознает покой, который у него имеется в Боге. Он осознает, что он стоит в благодати. Он радуется в покое. Я не хочу сказать, что он как бы приглашает в это. Но в определенном смысле, это хороший сигнал для него. Когда у меня скорби, это свидетельство евреям 12 главы, что я дитя Божье. Это свидетельство того, что огненное искушение, 1 Петра 4, 12, 14. Не пугайтесь, когда огненные искушения произойдут. С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Минуточку. Я думаю, что вы возвращаетесь обратно к библейским стихам, которые вы знаете. Следуйте за мной. Когда вы укореняетесь и утверждаетесь в том, что вы студент Бога и человеческой природы, когда мы оснаем, где мы находимся, и частью чего мы являемся, апостол Павел во 2 Коринфянам 12, 20, также в 9 стихе, он осознал, что он радовался о своих слабостях, потому что затем он обнаружил великое богатство, которое он нашел, когда жил по вере. Человек рождается на страдания, Иова 5, 7. Он вошел в царство Бога в скорби. Это означает, что в практической жизни вы возрастаете и становитесь зрелыми. Деяние 14, 22. Вы начинаете на самом деле чувствовать, что я могу сделать это. Вы на самом деле начинаете размышлять, что возможно это хорошо для меня. Возможно это хорошо для меня, что у меня есть некоторые проблемы. Возможно это проверка. Это проверка для меня, потому что мы становимся невежественными. Мы все становимся беспечными. Мы все смещаемся к независимости. Когда я осознаю, минуточку, возможно Бог покажет мне нечто через мои скорби. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками. Матфея 5, 10, 12. «Радуйтесь, когда вас преследуют». Преследование. Есть христиане, которые не желают никакого преследования. Они не хотят, чтобы кто-то говорил плохое о них. У них есть хорошее свидетельство. Ведите себя хорошо. Делайте благое. Мы хотим, чтобы мир увидел Бога. Минуточку. Если мы хотим, чтобы мир увидел Бога, мне кажется, что Он явит себя через нашу зрелость. Зрелость происходит через скорби. Римлянам 5, стих 3. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Господи, мы в действительности не хотим это использовать. Когда человек проходит через скорби, он желает исправления. Я говорю, давай будем молиться, чтобы это изменилось в течение 5 лет. 5 лет? Я думаю, о 5 часах. 5 лет? Разве эти 5 лет отбросили тебя? Это называется терпение. Терпение. Когда у нас произошел здесь раскол церкви, несколько лет назад, мы встречались в Чикаго с нашими братьями, они говорили разные вещи. Мы пытались оставаться вместе. Мы говорили, дайте нам некоторое время в Балтиморе, дайте нам определенное время. Я не помню, говорил ли я об одном годе. Дайте нам время. Они говорили, нет, сейчас время. С этим надо разобраться сейчас. Один год. Мы можем быть вместе, пребывать в одном духе, у вас есть терпение. Вы можете подождать? Как насчет взращивания подростков? Я сказал однажды моей жене, когда мы растили своих подростков, я сказал, им сейчас уже 16 лет. Каков конец игры? Конец игры заключается в том, что когда им будет 22 года или 25 лет, они захотят сесть с нами за стол, вкушать пищу и побыть вместе. Они захотят побыть с нами. Это и будет конец игры. Я не хочу терять их. Мы можем потерять их сейчас, но я не хочу терять их в конечном счете. Мы должны молиться за них. Мы должны любить их. Мы должны работать с ними. Мы должны увещевать их, ободрять их, вести их. Но я не хочу терять мои взаимоотношения с ними. Они принимают свои решения. Иногда их решения не такие хорошие. Но посмотрите на Бога в нас. Мы студенты Бога и человеческой природы. Люди могут сказать, как вы терпите нас? Как вы можете быть такими терпеливыми? Почему вы терпите так долго? Сколько ты молишься за меня, Иисус, как ходатай на небесах? Сколько ты печешься обо мне? Сколько пролилось твоей крови, чтобы мне стать праведным человеком в твоих глазах? Как насчет этого? Скорби, трудности производят терпение. Стих четвертый. От терпения – опытность. Опытность означает, что есть доказательства испытания вашей жизни. Испытание показало, кто вы. Кто вы? Убежали ли вы? Убоялись ли вы? Спрятались ли вы где-нибудь? Представьте, как Давид мог бы убежать от Голиафа вместе с армией. Они могли не устоять. Да, это моя природа. Мы трусливы по природе. Но у нас есть другой дух. У Халева был другой дух. Мы питаем этот дух. Мы ходим в этом духе. Мы исполнены этим духом. Мы верим в то, что говорит дух. Мы не угощаем духа. Не огорчаем духа. Но мы исполнены им. И пьем от того же духа. От терпения, опытность. После того, как Давид убил Голиафа, представьте, вы берете интервью у Давида. Как ты себя чувствуешь? Он отвечает. Весьма удивительно. Я так взволнован. Чем ты взволнован? Я взволнован Богом. Что ты имеешь в виду? Я знаю, что Бог совершил это. Ты имеешь в виду, что это все Бог? Да, это Бог. Бог совершил это. Суть всей моей жизни заключается в Боге. Бог здесь. Бог совершил это. Бог совершил это. Давид, ты герой. Нет, не путай. Да, я был там. Я стоял. Я совершил то, кем я являюсь Богом. Потому что Бог мой учитель. Однако, когда я шел в моем хождении веры, я набирался опыта. В этом опыте я растил своих детей, хранил свой брак, молился за мою церковь, был служителем в Балтиморе, наблюдал новости, осознавая, что говорил Шекспир. Что говорил Шекспир? Что-то прогнило в Дании. Есть у них один сыр. Сильный сыр. Какое название этого сыра? Лембургер. Лембургер. Мой отец привелся его однажды домой. Весь дом наполнился этим ужасным запахом. Сыр Лембургер. Он смеется. Мы подумали, что-то прогнило в Дании. Вы заметили это? Вы видели фронтовые линии? Вы видите врага? Вы осознаете, что мы призваны быть в этом, переживать Бога в нашей битве. Я хочу сказать глубокомысленно, что есть битва сексуальной жизни. Есть битва. Мой небесный отец должен дать мне вооружение, в котором я нуждаюсь. Он должен дать мне то, в чем я нуждаюсь, чтобы разобраться в моей битве. Есть битва похоти денег. Некоторые люди преследуют деньги. Они гоняются за деньгами. Вы могли бы быть в битве вместе с Богом. Я знаю, я буду, я буду. Мне только нужно сделать кое-что. Я тут преследую кое-что. Мне нужно завершить это. Да, но Бог испытывает твое сердце. Бог испытывает твое сердце. Он желает испытать ваше сердце. Вы когда-нибудь думали о том, что деньги в действительности ничего не значат? Что такое деньги? Да, они имеют ценность. Когда у вас их нет, они так важны. Они так важны. Я знаю это. Это великолепный инструмент. Но в действительности, жизнь должна быть больше, чем деньги. Жизнь должна быть переживанием. От скорби – терпение. От терпения – опытность. Далее. От опытности – надежда. Начало было с надеждой. Завершается тоже с надеждой. На самом деле, это переходит в любовь. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась сердца. Когда люди проходят через испытания с Богом, они приобретают драгоценности. Когда они проходят испытания с Богом, они приобретают драгоценности, характер. В них что-то возрастает. Они становятся зрелыми. Они возрастают с Богом. Поэтому мне нравится, когда мы не ограничены и не спорим друг с другом о вещах, которые желаем мы. Я желаю этого в моей церкви. В моей церкви я желаю этого. Тогда вам не нужно идти. Тогда вам нужно идти в другую церковь. Возможно, Богу нужно разобраться с вами. Мы несовершенны, но мы не можем быть контролируемы тысячами разными людьми. Мне нравится мексиканская еда. Почему в кафе нет мексиканской пищи? Мне нравится музыка оперы. Когда мы будем петь оперу в церкви? Я хочу оперу. Давайте оперу. Каков конец? Много голосов. Но нам необходимо быть серьезными с Богом. Запомните, что в церкви нет оперы. Запомните это. Смиритесь с себя перед Богом. Пройдите через испытания. Пройдите через скорби. Станьте зрелыми. Нам необходимо, чтобы Христос был сформирован в нас. Испытания жизни являются важной частью нашей зрелости, потому что мы не можем оставаться младенцами, как христиане. Потому что этот мир разражается, братья и сестры. Вы заметили это? Как далеко мы от серьезных проблем. Могут ли они закрыть церковь в один день? Может ли правительство закрыть церковь в один день? Могут ли они сказать, все кончено, вы оштрафованы, все завершилось, мы арестовываем пастора. Если вы попытаетесь что-то предпринять, вы попадаете в тюрьму и будете оштрафованы на 5 или 10 тысяч долларов. Все кончено. Как насчет этого? Что вы думаете? Это происходит в других странах. Я не намекаю на то, что это произойдет здесь, но я говорю, что это может произойти здесь. Кажется, я сказал одно и то же. Да, я думаю, я сказал одно и то же. Откуда вы знаете, каким будет ваше будущее? Откуда вы знаете, через что вы пройдете? Откуда вы знаете, какими будут ваши испытания? Откуда вы знаете, каким будет ваш брак? Откуда вы знаете, как ваши дети родятся? Откуда вы знаете, что произойдет в образовании ваших детей? Откуда вы знаете, какие хорошие и плохие решения люди принимают? Откуда вы знаете, останетесь ли вы на прежней работе? Откуда вы знаете, что правительство останется стабильным? Или каким будет ваше будущее? Я не знаю. Сказано, не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день. Но я точно знаю, что если вещи, о которых мы говорим, истинны, если у нас будет это, если мы укоренимся в этом, если вы будете стоять на этом, возможно, наша страна нуждается в том, чтобы стоять на праведности. Они нуждаются в этом. Возможно, нам необходимо преподнести нашим соседям несогласие и сказать, знаете, я ваш сосед в течение 15 лет. Вы знаете, как мы любим вас. Мы дарим друг другу рождественские подарки. Я приношу вам печенье на праздник Хэллоуин. Я хороший сосед, но я хочу сказать, что я полностью не согласен с этой вещью. Я не согласен с этим. Я люблю вас. Я просто должен сказать вам это. Надеюсь, вам не нужно будет говорить это вашим соседям. Это вторая мысль. Вы знаете, что я пытаюсь сказать. В кампусах университетов должны быть христиане, у которых есть соль и свет. В политической сфере должны быть христиане с корнями во Христе, готовые к скорбям жизни. В церкви должны быть пасторы и лидеры, и члены тела Христова, которые говорят, послушайте, мы не ищем битвы, но если вы не будете стучать в двери, вы получите ее. Если вы будете стучать неправильным образом, если вы скажете, что вы закрываете нас, этого не может произойти. Мы будем собираться в тюрьмах, мы будем верующими, мы будем возрастать, становиться зрелыми. Кстати, когда это произошло с Иосифом в Египте, он стал премьер-министром и царем. То же самое происходит в этом мире. Эти люди обладают характером, который необходим людям, их детям, их семьям, чтобы продолжать жить. Вы знаете, что у меня... Вы знаете, что у меня появляется привычка говорить праздными словами с кафедрой. Вся остальная чепуха... Спасибо, пастор Белли. Всей остальной чепухе, которая происходит в этом мире, в котором мы живем, должно быть сказано. Что же вы? Давайте будем реальны. Маленькая девочка – это не маленький мальчик. Вы понимаете это. Не играйте в игры со мной. Я реальный человек. Я реальный парень. Я не говорю так. Этого не произойдет. Это нереально. Это ложь. Это демоническая. Я не за это. Я против этого. Верующим, которые отступают, не имея никаких убеждений, не имея послания, необходимо совершать то, что мы говорим сегодня. Радоваться в скорбях. Пройти эти трудности, потому что Бог с вами в этом. Встаньте. Верьте. Будьте теми, кем вы являетесь во Христе. Проблема в следующем. Пастор Матти сказал это несколько лет назад на конференции. У американцев нет миссии. У американцев нет миссии. Это застряло у меня в горле. Что вы имеете в виду? Под словами, у вас нет миссии. Мы поговорили немного. Я не помню, что он сказал. Я говорю это сегодня. У меня есть миссия сходить в Уолмарт, купить мебель для открытого внутреннего двора. У меня есть миссия купить дом, завести семью, быть счастливым. У меня есть миссия развлечься, сохранять здоровье, оставаться в хороших условиях, пить свои витамины. У меня есть миссия. Это все обо мне. Я буду есть оливки вечером. У меня есть миссия поесть сметаны вечером. Я на миссии. Я хочу быть здоровым. Я езжу на своем велосипеде. Я на миссии. Я хочу быть, чтобы у меня были хорошие друзья. Я буду в баре пить пиво и проводить хорошее время. Это моя миссия. Вы знаете, что это не миссия. Вы знаете, что вы слышали внутри. У меня нет миссии. Это не что иное, как жеваная бумага. Я употребил это слово, потому что не хочу использовать ругать. Давайте, наконец, завершать проповедь. Давайте завершать. У нас есть миссия. Это для наших детей. Это для нашего поколения. Это для нашей окрестности. Это для мира. У нас есть послание. Кстати, нет ничего плохого в мебели для внутреннего открытого двора, для дома, для семьи. Вы это знаете. Я не об этом говорю. Дело в другом. Когда мы говорим, мне нужно прожить жизнь без всяких трудностей. Я не хочу никаких трудностей. Я один из таких людей. С другой стороны, мы говорим это сегодня, ко времени выпуска выпускников. Вы можете сказать, я хвалюсь в скорбях. Я имею в виду, что мне это не нравится. Я не хочу искать боли. Я не ищу трудностей. Я не радуюсь этому. Я на самом деле пребываю в понимании, что Бог послал мне это. Я хожу с Богом и нахожу Божью благодать. Я нахожу Его покой. Я просто верю, что есть нечто благое в этом. Это все. Во имя Иисуса. Аминь. Иисус, благодарим Тебя. К нам пришел новый брат Адам. Адам, хотите поднять руку на мгновение? Новый брат Адам, пришедший из служения на парковке. Я называю новых людей новыми людьми из служения на парковке. Здорово. Также еще один брат с этой стороны, в красной футболке. Как ваше имя? Одис. Новый брат, пришедший к нам во второй раз. Великолепно. Спасибо. Также с нами Йорк из Пенсильвании. Джон с этой стороны. Группа ребят с этой стороны. Спасибо, что пришли. Слава Богу. Это святая группа парней. Великолепная группа. Отец, благодарим Тебя за эти мысли сегодня, за единство в Духе, который у нас есть. Ты посылаешь нас в жесткий мир, но есть благодать на все. Иногда жизнь жестока и безумна, но мы хотим обучаться, укореняться, утверждаться, становиться зрелыми. Помоги нам. Веди нас. Вы приняли Слово сегодня. Пожалуйста, примите это свидетельство. Ходите по вере в Боге. Ходите по вере в Боге, познавая Бога. Если кто еще не является, если кто еще является неверующим сегодня, придите к Иисусу. Пожалуйста, придите к Иисусу по вере. Скажите да Иисусу, пожалуйста. Да Иисусу. Просто скажите да. Я верю. Все, кто слушают по интернету, скажите да Иисусу. Во имя Иисуса. Аминь. Спасибо.